Всем привет, мои маленькие любители видеокарт. Сегодня, как мне кажется, будет интересная тема, посвященная тысячной линейке. Но пока мы не начали, хочу сразу на два заблуждения здесь ответить, развеять их, так сказать. Первое, что я не беру карты AMD в ремонт. Это, по крайней мере, у меня спросили после вчерашнего видео про A6900XT. С чего вы взяли, что я не беру 6000 серию в ремонт? Её несут существенно реже, не потому что она существенно надёжнее, потому что, ещё раз, вы можете поискать в инете инфу, что AMD-шных видеокарт, по сравнению с Nvidia-скими, продаётся там раза в три, наверное, меньше. Ну или там даже, ну что-то около того. То есть, типа на рынке 80% карт Nvidia и 20% где-то AMD. Вы должны это тоже учитывать. Но, опять же, я сейчас не буду спорить, правдива ли эта информация или нет. Я просто вижу по фактам, что эти карты также несут с теми же абсолютно дефектами, но при этом реже. Вот и всё. Но это не значит, что они гораздо-гораздо лучше. Закрыли тему. Второе, про то, что я не беру тысячную линейку в ремонт. Тоже я про это никогда не говорил. Я заикался на тему того, что я хотел бы отказаться от ремонта тысячной линейки. И как раз сейчас я постараюсь вам объяснить, почему. Но до сих пор пока ещё не отказался, потому что эти карты, ну, экономически для клиентов, по крайней мере, ещё и имеет смысл чинить. Под моим видеороликом про то, какую видеокарточку выбрать в 2022 году, который набрал достаточно много просмотров, большое количество нашлось владельцев тысячной линейки. И они прямо-таки старались свой опыт в владении одной-двумя видеокартами за всю жизнь перенести на мой какой-то опыт и статистику. Да, что типа, моя статистика неправдива. Хотя я уже много раз говорил, что в среднем где-то через мои, ну, теперь уже через наши руки, проходит в районе 150, иногда даже больше видеокарт в месяц. Соответственно, занимаюсь я три года. Даже если там начать от того, что поначалу это было там 20, 30, 50 штук. Да, пришли сейчас к этому количеству. Вы можете посчитать, какое количество карточек за это время я уже починил, обслужил, или так или иначе побывали они в моих руках. Соответственно, у меня достаточно неплохая память, и я запоминаю всевозможные такие нюансы и тонкости. Так вот, ввиду особенностей и даты выпуска тысячной линейки, к сожалению, в очередной раз заклинаю всех смотрящих, что покупать эту видеокарту, особенно на долгосрок, не имеет никакого смысла. Ни 1063 гиговую, ни 1080 Ti. Абсолютно. Почему? Во-первых, каждая вещь имеет свой ресурс. Нужно это понимать. Соответственно, неважно, карта под пломбой ни разу не скрывалась с 17-го года, или ее обслуживали каждый божий день. Примером тому, вот буквально сейчас с утра у меня пишет человек, что карточка работала прекрасно, я туда залез, 1080 Ti, я туда залез поменять термопрокладки, если она работала прекрасно, зачем? И, собственно, теперь артефакты. Причем артефакты свойственны больше на GPU, похоже. Вот, соответственно, если бы не трогал, скорее всего, действительно, этот экспонат еще бы сколько-то проработал. А тут малейшее какое-то вот механическое воздействие уже может повлиять на работоспособность карты. Вы должны это понимать. Со свежими картами такого не происходит. Поэтому, если в вашем компуктере сейчас стоит 1080 Ti и ни разу не разбиралась, то на самом-то деле уже поздно ее обслуживать. Пусть она работает как работает, потому что велик шанс, что вы туда залезете, и она откиснет абсолютно окончательно. Это раз. Что, как бы, первый негативный момент, который, собственно, нельзя применить к свежим видеокартам. Там такое, ну, одна на тысячу, может быть, карт так может себя повести. А в случае с тысячной линейкой на сегодняшний день это уже там процентов 30, условно, карточек. Второй момент, что неважно, какая действительно была, насколько жирная видеокарта. Сейчас коротко опять затронем тему с политами. К сожалению, я некогда был диким фанатом полит, особенно тысячной линейки, так же, как и вы. Но со временем, к сожалению, все поменялось. И учитывая объем карточек именно геймроков, джетстримов, 10-й линейки, да, наши любимые, с тяжеленными вот этими охладами, все, там действительно все очень круто и качественно продумано. Но именно за последние, наверное, недели 3 эти карты понесли в ремонт просто массово. Я даже сижу уже и думаю, может быть, запланированное устаревание, цикл там какой-нибудь луны и солнца совпал так или что. По какой причине эти карты сейчас массово понесли? Потому что несут их плюс-минус все с одними и теми же неисправностями. То есть, либо GPU в подавляющем большинстве, либо память. При этом при всем и памяти GPU здесь, ну, не особо сильно греются даже при условии высохшей термопасты. То есть, эти карты действительно хороши именно по своей системе охлаждения, то есть, по температурам. Но это их не спасает от того, что они, как многие меня заверяют, вечны. Нет. Нет, они не вечны, все имеет свой ресурс. Соответственно, как раз-таки, вот сейчас у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь видеокарт только за последние где-то дня три притаранили. Именно 1080i, именно по LeadJetStream, либо GameRock. Какие-то, конечно же, от майнеров, но при этом они достаточно чистенькие. Видно, что за ними ухаживали, грубо говоря. Но! Ухаживали, я имею в виду, продували от пыли. Но все под пломбами, как одна. То есть, туда никто не лазил. В результате, ну, как я и сказал, в подавляющем большинстве, конечно, проблемы с видеочипами, где-то проблемы с видеопамятью. При этом, вы должны помнить одну неприятную особенность. В данном случае, политовских видеокарт, я не знаю, они пока что единственные, кто, по-моему, использует данный метод. У них отличительной особенностью является вот эта вот прижимная пластинка. Я думаю, что она видна. Так вот, мы пришли к тому, что политовские карты, которые все как раз-таки используют такую методу, все страдают отвалом ГПУ от платы именно. Не кристалла от подложки, именно ГПУ от платы. То есть, карта приходит вот с таким вот решением. И, допустим, нестабильная работа, ошибки по памяти. Первое, что в диагностике проводится, это осмотр вторец. В каком состоянии там сейчас вообще пайка находится. И в большинстве, подавляющем большинстве случаев, начинаешь нажимать на уголок чипа и видишь, как у тебя просто все шары и пайка, они просто гуляют туда-сюда. Соответственно, ну вот так. Почему так происходит? Мы все-таки пришли к выводу, что именно эта система, она создает, по сути, когда вы прижимаете винты, излишнюю нагрузку как раз-таки по четырем вот этим вот центральным местам. И, по всей видимости, со временем, с учетом тяжелого охлада и температурных расширений и вот такое вот дополнительное давление на эти места происходит физически именно отвал уже чипа-отплата. То есть его как бы хоть и прижимает, с одной стороны, система охлаждения, но, с другой стороны, его как бы туда выпячивает немного. Короче, я думаю, что если есть у вас IQ больше пяти, то, наверное, вы поняли, о чем я. В результате только единственный вендор Полит до сих пор страдает этим. Даже какая-то задрипанная и на 3D в референсном исполнении 1080i не страдает таким количеством этих отвалов. И причем, я бы даже сказал, что их там практически не встречается. Именно Политы. Дей, 63-гиговый дуал или StormX, или же геймроки 1080i, плевать. Везде, где используется такая пластина, она влияет на вот такой интересный эффект. В результате вы должны понимать, что, не знаю, запланированное ли это устаревание, или же что еще, но факт остается фактом. То есть этих карт в таком состоянии идет огромнейшее количество. Поэтому, не знаю, уже, наверное, так скажем, предвижу, что мне напишут из Политы, скажут, что это все чушь и все, там мы проверяем, статистика по ним хорошая и всякое такое. Но, еще раз, я всего лишь навсего свою статистику говорю, и карт этих идут, ну, сейчас особенно уже, можно даже сказать, десятками. И какое количество сейчас в ближайшее время еще принесут, потому что очень много людей уже отписывается, что, Виктор, есть такая-то карта, такая-то карта, я все равно смотрю, понимаю, что в скором времени пришлют, и там их еще больше, поэтому посмотрим. Но факт остается фактом, что все они плюс-минус начали, вот знаете, как движение по некому увеличению, да, по какому-то такому графику, и какое количество сейчас будет в скором времени, неизвестно. Соответственно, это второй момент. Третий момент на сегодняшний день, по крайней мере, это отсутствие нормальных расходников. То есть, чипы под 1080Ti уже все, практически все с рынка исчезли. Под десятую линейку их очень-очень мало осталось. Нужно понимать, что гарантийное обеспечение данных видеокарт, даже с супер расширенной гарантией в подавляющем большинстве в сервисах, уже закончилось. Соответственно, все видеочипы, которые были новые даже, они, разумеется, так или иначе утекают на рынок, продаются, но их запасы стремительно иссякают. И вот, опять же, хочу сказать, на 1080Ti уже не найти тупо. То есть, все только бэушка, то есть, именно новый, я говорю. И все, бэушка в неизвестном состоянии. Соответственно, вкладываться в такую карточку, ну, мягко говоря, мне кажется, неразумно. Опять же, кто-то со мной не согласится, потому что кто-то сейчас будет говорить, что у нее 11 гигов видеопамяти, это покрывает все риски и прочее-прочее. Ну, не знаю, ребят. Тут вам виднее. Моя задача просто вас предупредить, а уж какой вывод из этого всего делать, тут решать вам. По факту же, на сегодняшний день, уже и 2000-я линейка начинает сдавать позиции. То есть, то, что я еще зимой говорил, что 2000-я еще куда более-менее, но тоже как бы не камильфо, сейчас я уже откровенно говорю, что, ребят, 2000-я лучше не берите. Хотите взять, берите. А то меня уже начинают упрекать, что действительно я подсасываю как-то NVIDIA, либо AMD, топлю за новое только. Я топлю за новое только по той причине, что у вас будет какая-то гарантия. То есть, эта гарантия покроет все нюансы и сдержки на ближайший, там, год, два, три. Вот почему. Я не говорю, что сейчас нынешние карты хороши. Нет, нынешние карты такое же говно, как и всегда были, но фишка в том, что вы деньги не потеряете. Только ради этого я топлю. Вот и все. Хотя, опять же, сейчас наверняка кто-то найдет, кто скажет, что, ой, да ладно, это какая-то уже фигня, ты ремонтник, тебе выгодно, чтобы несли карты в ремонт и прочее. Чуваки, я без работы не останусь. Моя задача просто так, как я делюсь со своей аудиторией, делиться, ну, честной информацией. То есть, мне тут никакой выгоды нету и какой-то финансовой подоплеки. Да, мне NVIDIA, AMD и прочее никто не платит. Мне вообще срать на них. Я независим, вашу мать, и я занимаюсь именно ремонтами. Поэтому, если вы до сих пор грезите купить какую-нибудь видеокарточку, то я бы советовал обратить внимание, если у вас прям лоу-сегмент, так скажем, по деньгам, то это какие-нибудь 1660. Они действительно неплохие, потому что не очень сильно горячие. Да, они греются там и система охлаждения частенько впритык, но они греются там до 80 градусов. В принципе, можно брать. При этом они маленькие, компактные, у них нет вот таких вот приколов с перегибами, хотя у Политов, опять же, есть. Вот, поэтому это учитывается. Полит я больше вообще не рекомендую брать. Я бы так сказал. Всё, я окончательно бесповоротно. Всё, Полит говно. То есть, по всем фронтам, я думаю, что в своих видеороликах я неоднократно это доказал, а вот это вот наблюдение, которое, опять же, мы... Мы всё не могли понять, почему, ну почему реально, почему именно Полит страдает этой фигнёй. А в результате, посидев, поэкспериментировав с охладом, действительно получается, что вот эта вот рамка всему виной. Именно она. То есть, были бы здесь обычные болты, да, которые есть, то, скорее всего, таких проблем бы не было. Но имеем, что имеем. Вот, соответственно, 1660, нормальная тема, 1650. Они холодные, нормальные. Десятую линейку уже 1060, я бы не советовал брать. Какие-нибудь 2000-ные серии, но, опять-таки, какие-то только холодные. 2060, ну там, не выше, наверное. И то, опять же, на сегодняшний день можно нарваться на ранний микрон, вы должны это понимать. Причём, ранний микрон, ребята, есть только в GDD6 памяти, не надо его переносить на GDD6Х или GDD5. Это вообще отдельная песня. Вот. Я бы советовал, действительно, на сегодняшний день, там, 3050, если лоу-сегмент какой-то, да, они уже там по 35, можно, по-моему, найти. Да, дорого, но, блин, опять же, гарантия, шмарантия, всякая такая тема. Либо фанаты аниме... Фу-то, аниме, всё. Амудея, это 6600, какая-нибудь там обычная, либо XT. Да, это карты именно холодные, но не исключается брак. Поэтому, если вы покупаете сновья, вы хотя бы лучше переплатите за гарантию. Не покупайте в серую, где-то на горбушке, на авито и всякая такая фигня. Потому что, с учётом текущей ситуации, гарантию вам, по сути, может предоставить только магазин, а не производитель. Но это, опять же, всё-таки вот мои рекомендации, скорее. Что-то, если брать из топового, безусловно, на сегодняшний день 30-90, либо я бы уже ждал анонс, там, 40-й линейки, пересидел бы на чём-нибудь. Ну вот. Поэтому, как-то так. Я надеюсь, что вы мой посыл поняли. Опять же, не хочу никого ни в чём переубеждать. Это всего лишь навсего рекомендация. Я не заставляю и не хочу, чтобы вы почувствовали себя ущемлёнными, раз у вас стоит 1080p в компе, значит, я её засрал, значит, срочно надо от неё избавляться. Нет. Просто, если вы решили купить, поймите правильно, купить именно, и купить нормальную карту 10-й линейки сейчас действительно проблематично. На всём фоне вот этом, на всём продажном вот этом авито или ещё где-то куче видеокарт, там трудно, действительно, там можно найти, но там трудно найти действительно годную хорошую видеокаршку 1000-й линейки. При этом при всём вы должны понимать, что, я уже объяснил, в карту можно залезть, и она уже откиснет. То есть, потому что она уже реально старая. То есть, вот такие все нюансы, тонкости, их не учитывает большинство в своём, думая, что это как креплённое вино, которое со временем становится только лучше. Но это далеко не так. Надеюсь, это кому-то поможет, кто-то сделает для себя правильные выводы, в первую очередь. Да, я в результате, хоть у меня новые видеокарты, я не покупал уже, наверное, лет 10, всё, что у меня в компе, так или иначе, я уже много раз говорил, это всё восстановленная БУшка и всякое такое, но я-то могу себе позволить в любой момент починить эту видеокарту, да, как говорится. Но в случае, если вы купите что-то подобное БУ, сами понимаете, что далеко не факт, что у вас получится задёшево всё это дело починить. А на этом всё. До скорых встреч. Пока.